Добрый, добрый, добрый день еще раз всем. У нас игра между командами TNC Dota 2 и Invasion Esports. Это Гест Сикап, это 1-8 финала, ну и команда Invasion Esports на классе первую игру выиграли. Смогли без проблем, ну мне кажется действительно без проблем, справиться с коллективом TNC Dota 2 и переходят во вторую игру уже с одним поинтом преимущества. Ну игра до 2 побед, Best of 3, поэтому ждем, ждем чем ответят TNC Dota и ответят ли вообще. Если не ответят, то через 20 минут ГГ и собственно до следующего турнира с TNC мы попрощаемся. Ну что, Meepo, Meepo последним пиком для TNC Dota, что-то придумывали. Я и в первой игре говорил, что относительно свежие пики у команды. Во-первых, Nature's Profit для SMH, который давно, ну понятно, что все новое это давно хорошо забытое старое, но вот Nature's Profit действительно был хорошо забыт в последнее время. Ну, Meepo появляется у нас, появляется у таких сорвиголовных, конечно, команд, вот по типу той же команды Meepound, по типу, где там у нас W33 отыгрывал стенды нам, по-моему, за тинкеров, если не ошибаюсь, на Meepo. Ну, появляются. В азиатской доте Meepo я вообще никогда не видел, теперь увижу. Avenger Full Spirit, Draw Ranger, Disruptor, Nature's Profit, ну что такое, появился Meepo и сразу же отпал. Слишком жесткий пик сделала команда TNC, Dota этого не выдержала. Сразу же у нас Meepo отвалился. Ладно, пока Meepo возвращается, посмотрим. IO будет играть на Meepo? Это support Meepo? Или как вообще себе это представляет команда TNC? Ну, возможно, IO у нас играет на всех, на ком только может. Tihie, скорее всего, будет играть на Meepo, но тут надо просто свапнуться будет. Потому что прошлую игру Дизраптор был от IO, ну и Tihie был на Клинце. Gnoji опять играет на Draw Ranger в этой игре, CMH опять в этой игре играет на Nature's Profit. Ну и Seven забирает себе Vengeful Spirit со стороны команды TNC. А DTR на Shaker. Roger играет на SF. X будет играть на Leone. WTF на Phantom Lancer. И Ghost будет играть на Zephse. Даже немного странновато. Но тут пересвапывается, как я понимаю, потому что Роджи в основном... Да ладно, можно и не пересвапываться. В принципе, относительно похожей позиции, что у одного, что у другого игрока. Айоу вернулся у нас в игру. Ну да, и он будет играть на Mipo. EU даже так. EU играет у нас на Mipo. Gnoji играет на Draw Ranger. Seven на Vengeful Spirit. Tihie на... Дизрапторе. Ну и CMH на Nature's Profit. Опять какие-то траблы. Ладно, в принципе, что. Время есть, посмотрим. Нет, нет, времени нет. Траблы окончены. Shaker, куда свое золото делал? Курьер Shaker, как я понимаю. И ворды, наверное, тоже Shaker. Где, кстати, они? И эта ADTR-овская, и... И здесь у нас... Здесь тоже стоит варта ДТР-а. Все понятно. Shaker все для команды делает. Сам остается абсолютно голый, без какого-то подхила. Только 3 Clarity в тембилде. Ну, я думаю, Shaker подставляться не будет. Ни на первых лвелах, ни попозже. Там уже по ситуации посмотрим. EU приобрел себе Boots of Speed. Есть Tango, есть, если что, Iron Branch. Тоже залог победы. У команды Invasion огромные неприятности. Iron Branch для Meepo. Со стороны Invasion, что действительно примечательно, это WTF, который уходит в легкую фармить на Phantom Lancer. В принципе, его номинальная позиция это Meep. SF у нас от Roger. Stand-in команда Invasion. То ли потренить решили, то ли потестить. Подумали, что самое время. TNC позволяют, конечно. Но с таким пиком можно и загнобить. Тоже не будет сложно. Meepo у нас идет в мид. EU в мид. И на подсейв же дайте парню кого-то. Ну, как так? Я понимаю, конечно, что по грандиозности самой задумки, Meepo переплюнул здесь всех. Стоять в соло против SF. Это слишком серьезно. Но вот по реализации, как это будет, это мы посмотрим. Но если вдруг SF будет загноблен за счет Meepo, это, конечно, будет более чем смешно. Уже два крипа добито. Третий нет. Третий не за EU. Ну, а здесь у SF тоже, в принципе, два крипа. Ну и, скорее всего, этих тоже заберет себе. Да, неприятно. Неприятно для Meepo на ранних лвлах. Но, опять же, будет два Meepo. Посмотрим, как вообще SF у нас вывозить будет. Всю комбинацию. Сетка будет. Будет несколько пуфов. Что там будет с SF, я даже боюсь представить. Пуф-пуф и Requiem of Souls. Гёст в сложной. В соло против Draw Ranger. Без маны уже у нас стоит Zews. Здесь, в принципе, затарили нормально. И по танго, и по Clarity всего у Zews предостаточно. Леон где? X на миде стоит. До сих пор ждет, что выйдет у нас Meepo на SF. Но Meepo не самоубийца. Зачем ему выходить на SF? Кому это вообще нужно? Третий левел. Пока ничего. Ну вот, все, появляется третий Meepo. Да, пуф в два. Теперь пуф в два вкачивает у нас EU. У SF уже есть банка. У Meepo, в принципе, 450 на руках. Больше ничего. У Gnoji. Tapok и Race Band. Ну и FB у нас под тавером соперника. TNC. На быковале пошли и забрали Phantom Lancer. Вот это хорошее начало. Давайте, в принципе, посмотрим. Вообще ничего не мешает. Напален на WTF под собственным тавером. Kinetic Field под ноги. Ну и бьют, 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 бьют. Доппельгангера нет. И, в общем-то, он уже проюзан был. Все. ФБ забирают TNC. И фраг, по-моему, забрал Natchez Profit. Да, так и есть. CMH зарабатывает неплохо себе по золоту. Он вообще на этом лайне должен фармить. И у него это неплохо получается. Тихий на дезерапторе теперь у нас саппортят. CMH 9 на 0 по крипам. То WTF будет спамить и постоянно это делать ланцами. Ну, такая ситуация. С ней надо как-то мириться. Вард поставили против Леона. Вообще, откуда здесь вард со стороны команды TNC? Против чего этот вард? И зачем он изначально покупался? Непонятно. Но сбивают руну у нас, Леону. Это вообще необязательный был, как я понимаю, артефакт. Но, видимо, для девардинга поставили. Ну, или не поставили, носили с собой. 1-0. Три минуты сыграли. TNC по золоту 200, по экспириенсу чуть более сотни. Это при том, что ФБ забрали. Это говорит о том, что хуже фармит команда TNC, чем Invasion. Но было бы удивительно, если бы ситуация была наоборот. Гноджи получает очень сильно от Зевса. И нет ульты. Не ульты, точнее, а нет маны у нас у Зевса. Сэмэдж глимсует назад. Но в Kinetic Field так в Kinetic Field. Вместо спрутов в Kinetic Field. Дизраптор забирает этот фраг. Можно было оставить и нынче с профиту. Все для этого было. Ладно, 2-0. Уже начало для TNC, по-моему, хорошее. Тут, я думаю, лейт все-таки за командой TNC. Несмотря на наличие Phantom Lancer, все, абсолютно все, все иллюзии рассыпаются моментально. За счет 2-3 пуфов, я думаю, рассыпятся 100%. Мидгейм тоже за TNC. Тут просто надо не провалить всю начальную игру. Хотя нет, мидгейм, конечно, все-таки за Invasion. Потому что здесь Леон с крутым ультом. Здесь Шейкер с крутым ультом. Даггер 1-2. И можно врываться. Ну и у Зевса крутой ульт. Опять же, Гюст стоит в соло. Эксп капает нормальное количество. Уже практически 5-го левела на 5-й минуте. Нормально. Через минуты полторы появится 6-й левел. Драться команде Invasion и Sport уже будет поприятней. Тихи верхняя, нижняя. И уже Дизраптор сыпется. Гюста закрывают. Туда же Гаст пошел. Ну, должны убивать Зевса. Разваливают Зевса. Прилетает сюда W-Tiff. Где Доппергангер? Куда ты вообще его провезешь? Нет, никуда у нас. Фантом Ланцер глимсуется назад. До свидания. Даблкилл для Сэм Мэйдж. Убивают также Шейкера. 4-0. TNC хорошо поели в перерыве. Отлично. Бодрый, много сил. Мипо 1300 на руках. А где, кстати, твой друг? Где основной? Основной пустой бегает. Тапок и... Один танго. Ну и, в принципе, один Iron Branch. Один Iron Branch. Да. То, о чем я говорил. Веточка в этом билде. Залог успеха. Об этом великолепно знает Мипо. Об этом знает мидер нынешней команды TNC. И вот и, пожалуйста, без смертей по фарму тоже, в общем-то, все неплохо. Да, у СФа, конечно, 43 на 13. А здесь 25 на 1 всего. 26 на 1. Ну, со временем это все превратится в разы и разы больше. Гораздо, в принципе, снежным комом. У нас фармит Мипо. Все это прекрасно знают. Чем больше Мипо, тем больше фарма. И тоже крипы забираются, ну, там, по 160 маны надо. На 2-3 пачки. Ну, забери, переагри же. Переагри же. Это же так просто. Он 1800, я думаю, будет выходить у нас в даггер. Эйю. Троля уже с лопатой рукой заковырял. По золоту у Мипо. Что-то там приобрел себе, кстати, основной Мипо. Да, приобретает себе Boost of Travel сразу же. Потом будут даггеры, потом будет Аганим. Хорошо, что у СФа. Появляется Стап of Wizardry. Готовится выход в Юл. Пока что обычный тапок не Грейджин. У Зевса. Транквил Буци и Солу Ринг. Больше ничего. У Фантом Лансера тоже, в принципе, ничего. ПЛ ничего и в Курьере не летит. Ну, по фарму ПЛ, по-моему, далековато у нас. Да, на пятом месте. Ну, вот же, на Дроу Рейнджер. Уже есть Рейс Бэнд. Имеется Мордип Маск. Бутсов Спид. Ну, и готовится выход. Немножко совсем осталось до... Масков Мэднес. У Эйю мы видели. Бутсов Тревел и больше ничего. У СМЭйдж появляется Чин Мэйл. Готовится выход в... Блэйд Мэйл у нас СМЭйдж. Ну, кстати, посмотрите, интересный какой закуп. Это не Анул Талисманы. Это выход в Бросера. Это ПТ на Силу. Это много ХП, 1100 сейчас. И в скором времени появится... Нет, все-таки выход в Мэку. В Мэку готовится у нас СМЭйдж. Я думал, будет выходить в Блэйд Мэйл. Наверное, не лишено это было смысла. Ну, Мэка так Мэка. Хорошо. Ульта от Зевса. Прочекать или драться? Скорее всего, прочекать. СМЭйдж сильно? Нет, не прочекать. Убивать здесь Нэйч из профита. Вроде бы ХП много, но против троих ничего ты толком не сделаешь. Здесь уже просто издевки пошли от Нэйч из профита. Пытался подстопить игроков. Непонятно зачем. В это время падает Тауэр на топе. Тенци забирают первый Тауэр для себя. Инвейджин пока что Тауэрами не отвечают. Угноджи. Фрост Эрроу третьего левела. Второго левела Аура. Гаст первого левела. Ну и ульта, разумеется, первого левела. Дабл Ю Тиф против Фэнтов сражается. 840 на руках. Ничего интересного пока нет. У СФа появляется Юл. После Ботла не Грейджин и Тапок. Ну, теперь можно попытаться делать какие-никакие фраги. Юл очень вовремя появляется у СФа. К девятому левелу. Как раз к моменту прокачки Requiem of Soul. Собственно, давай еще один крип и посмотрим. Все. Еще один крип, девятый левел, Requiem of Soul и подготовый Юл. Поднимает вверх, кастует под ноги Requiem of Soul. Ну, вы, наверное, видели неоднократно эту схему. Просто напомню, если вдруг кто удивляется. Нынче других СФов просто днем с огнем не сыщешь. Это проблематично. Есть, конечно. Не так, чтобы совсем не было. Но не часто. Ну, что, поднимает у нас одного из МИПа. То есть сразу бежать оттуда. Глимс назад у нас Роджи. Мом прилетает Дроу Рейнджер и прилетает ПТ. Но это не считается для WTIF. А вот Мом на дровке важный артефакт. Посмотрим, получится ли проюзать Мом против Зевса. Но надо как-то, наверное, в спину выйти. Но боится. Боится у нас Гноджи подойти к Зевсу. Нейчерс Профит. Уже готовый Хедреско. Уже готов Баклерс. 430 на руках у Смеша. Где-то минуте на 11 будет Мека. Ульта есть. Можно проюзать ее. Смеш. Не с Меша, а с Мэйч. Это просто по номиналу. Ну что, Фингеров Дес у нас от Икса. Не будет пока никакой Мекки. Мека откладывается. Одним движением, действительно, одного пальца решил вопрос Мекки. Увидим Мекку через 2-3 минуты. Эй, Ю. Готовится выйти в Аганим. Есть уже. Два артефакта по тысяче остается всего-то. Ну, еще 2 тысячи по золоту и остается до поинт бустера и до Огр Клаба. Огр Клаба же нет. До Стапов Визердри. У Дизраптора Транквилы ничего. Венжи Фул Спирит не Транквил, ничего вообще. Тапок, Рингов Реген до Транквил еще собирать. Ну, ждать, наверное, пока накапает. Собирать это не то слово. Касательно Венжи Фул Спирит. Еще один ланс в спину с Мэйдж. Что он здесь делал и зачем он это здесь делал? Если вдруг мы найдем ответ на вопрос, что он здесь делал, не знаю. Просто развалился под вражеским Т2 у нас Нейчерс Профит. Хорошо, 4-3 ТНС. По-прежнему впереди по фрагам. По золоту в ноль выходят. По Экспириенсу Инвейджин 2000 впереди. Продолжаем смотреть вещички. У Зевса появляется Стапов Визердри. Я думаю, будет выход в тот же Юл, как и у Геоста. Надо будет контролить Мипо. И это главная цель, наверное. Двоих подняли, одного расковыряли. Севен в Хексиар. Пошел на Леона. На лоу ХП у нас Севен. Забирает тавер. Ульта пошла от Зевса. Убили Леона. И убили Дизраптора. Севен на лоу ХП, но бежит отсюда. Фиссура через 2 секунды. Если Зевс увидит, Зевс добьет. То одной нижней будет достаточно Коэлу. От Роджи. Убили. СМЭйдж отсюда бежать. Как можно быстрее. Мека уже готова. Все. Заблочил игроков. Команда Инвейджин. Двумя трупами отделалась команда ТНС. Ну и забрали Леона. Так. Вещи. Шейкер. До Даггера. Триллион вообще собирать. У Леона тоже 550 на руках после Транквил. До Даггера далековато. У Роджи тоже для Дадаггера. Да ничего. До Даггера. До Даггера было полторы миллисекунды. У Роджи. Курьер уже приносит Даггеру на ССФ. Ну первый Нетворс на карте. 7100. У него 6000. У АЮ. Кстати у АЮ всего ничего там. 600 по голде остается до Аганима. Тут два раза пройтись по лесу. Или один даже раз просто до конца дойти. И будет готовый Аганим. Улетает у нас Мипо Куда кстати. Куда, куда, куда. Улетал же один Мипо. СФ в это время Нейчис Профита забирает в лесу команды Инвейджин. ТНС лишнего себе позволил. Хотел подпушить немножко. Ну подпушил. 6-5. Инвейджин выходит вперед по фрагам. Но по фарму ТНС 1000. Впереди по экспириенсу. Правда Инвейджин 3000 впереди. Но тут по фарму Мипо будет исправлять ситуацию. Со временем появится сейчас еще один парень. А через 5 левелов. А это ой-ой-ой как мало. Для удачно реализованного Мипо. Через 5 левелов появится еще один парень. И тогда. У Инвейджин начнутся реальные проблемы. Если конечно Шейкер все это одним Эхослэмом не снесет. Но для этого хотя бы Аганим надо. Ну или собрание из крипов. Сэмэйдж в прошлой катке у нас показывал уже. Как он может сильно бустить Эхослэм Шейкера. Подставлялся вместе с ним. Ну что. Тихие развалили. Через Ульту Зевса. Через Фингер Офдес от Леона. Второй фраг для Икса. 1300. И так скоро может Даггер появиться. У W Тифа появляется Яша. Не диффузапером артефактом. А Яша. У Роджи есть. У У есть Даггер. Есть Огр Клап и 1100 сверху. У АДТРа 404 на руках. Толком ничего. Ну и Аганим прилетает у нас для Мипо. Эйю уже с Аганимом. И с Бутсов Тревел. Дизраптор голый. Дроу Рейнджер. Яша, Мом, ПТ и 500 на руках. У Винги ничего. А у Нечис Профита после Мекки и Робу в Мэджи появляется еще 300 на руках. Ну скорее всего Оркет будет следующим артефактом. Нечис Профит больше конечно и сейвовый и саппортящий парень. Ну у кого Мека тот и саппорт. В принципе очень просто решается этот вопрос. Дровка, куда пошла? На Эншентов, как я понимаю, здесь у нас в лесу в это время развлекается Эйю. Еще не в своем лесу, во вражеском. До Даггера остается еще 1300. Ждем. После Даггера повеселее будет игра. Роджи. Поймали его здесь. Успевает поднять себя в ветра. И выйдет в стан. Ну под ноги стадик шторм и кинетик филд. Роджи должен разваливаться. Да, Роджи убивают. WTIF на пассивке бегает здесь. Но скорее всего тоже убьют его. Эхо слэм пошел от ДТР и забирает. Нет, нет. Дизраптор пока еще живет. Ну нет, уходит. Тихий уходит отсюда. Уходит живой. Там вообще жуть по ХП. 30 ХП всего осталось. Но вот в итоге выжил. Уходит у нас назад. Один из мипарей. А основная Кагала Мипа по Миду гуляет. Эйю в это время прилетает к своим ребятам. Все, похилился. Ману похилил. Ушел. На Рошана. Теперь следующий мипа у нас отправляется на базу. Так, а что это? У них у каждого Бутсов Тревел. Каждый из парней Бутсов Тревелами пользуется. Ну это круто. Я не знаю, это всегда так было или только сейчас сделали. Если так было всегда, то почему не юзать было Бутсов Тревел всю жизнь на мипу? Потому что я немножко удивился покупке данного артефакта. Ильяга не может это позволять. А ну-ка, одну секунду. Что такое? Ликвидация безграмотности. Где основной? Угу. Понятно все. Да, все-таки сапог можно юзать. Значит тут не в аганиме дело. Аганим... Процент атрибутов увеличивает. Которые от основного мипа получают клоны. Ну и конечно же количество. Ну ничего, учимся играя. Да, я вижу в чате уже, что можно было всегда. Ну так а че не юзали, если такая крутая штука? Почему Мива постоянно с какими-нибудь рагульными ПТ ходил? Или еще хуже Транквилы? У нас есть профи-то все-таки появляется Блэйд Мэйл. Не знаю, не поздновато ли. Хотя БКВ по-прежнему ни у кого нет. Сразу куча мипарей сюда и что? И не поймай дабл Тифа. Нужен даггер. Без даггера будет сложно. Глимсует у нас назад. Доппельгангер имеется. Нет, это глимсанули Зевса. Зевс развалился. Дабл Тиф под Сайленсом. Статик Шторм под ноги. Кто ж знал, что там Фессура? Но опять же здесь есть вас от Венгея. Эй, Ю, дабл Килл в этом файте. И все ближе к даггеру у нас Мипо. ТНС понесли команду Инвэйзен. Даже удивительно. Где СФ? Супер фармила. СФ фармит вражеский лес. Так Рукер оставил забавный СФ. Не было там крипов. Мол, что вообще такое? Дезраптор в это время убивает Леона. Минус 3 по всей карте сделали. Игроки команды ТНС. Сносят Т1 на миде. Ну что, Мипо. Неужели Мипо сейчас катком будет сносить команду Инвэйзен? Это даже удивительно как-то. У Мипо уже практически все. Не практически. У Мипо 16 левел. Ну и забирают чужой фарм. Занимают половину карты команды Инвэйзен. Игроки команды ТНС. СФ. Что такое? Откуда ХП? Это ульта Фуриона у нас проскочила по всем. Хорошо. СМЭйдж фармит. У него есть уже. Обливент Ставь готовится выйти в Воркет. У Дезраптора. 900 на руках. У Дроу Рейнджер. Огр Клаб и Сэнжин Яша готовятся выйти Гноджи в БКБ. Венжи Фулл Спирит. Ничего особенного. Урна и Транквила. Нейчерс Профит мы видели. Все, теперь по игрокам команды Инвэйзен. Зевс. Кстати, во вражеский лес Инвэйзен отправляются. Ну переключимся, если вдруг кого-то найдут. У Леона 1500 на руках. До Даггера еще 750. У Шейкера 1000 с копейками. До Даггера. У СФа 322 после БКБ. Увидели здесь СМЭйдж. Зевс. Пошла верхняя, пошла нижняя, пошла ульта. Вроде в Блэйд Мэйл, но как-то не надамажила. Леона в это время убили. Эйю, бежит, бежит, бежит. Где основной парниша? Основной парниша уже с Даггером. Все, попался у нас Роджи, как я понимаю. Да, сетка пошла по Роджи. Не хватит у нас ХП. У... Нет, у Мипо все, хватает. Сбивают ему Аегис. Да, не заметил я Аегис на Мипо. Ну, а ДТР разбирают в итоге. Все, запуфали до смерти. Убили только СМЭйдж игроки команды Инвэйджен. А по факту ТНС... Четырех игроков команды Инвэйджен забрали. Но теперь будет сыпаться Тауэр. Сэф, в общем-то, в соло вместе с Шейкером... Ну, один скилл от Шейкера Мипо убивает. Их много, они вроде бы сильные, но они не бессмертные. Это точно. Можно снести Тауэр, пока не будет здесь Фантом Лансера. То, что разорвали Пээлла просто так, это, конечно, удивительно. У Пээлла есть байбэк, правда он его не юзает. 14 секунд не будет Пээлла, в это время Т3 развалится. Бараки за 10 секунд упадут. Глифа нет. Эйю уже пошел поближе к Фонтану. Эйю, одного зацепили. Сразу же высвапывает Севен. Все, уходит у нас отсюда Мипо. Убили милишный барак. Сэмэдж, но WTF не чувствует Блэйд Мэйл. Ветра подняли у нас Сэмэджа. Фессура, верхняя. До свидания. Нэчис Профит в таверне. Дизраптор в таверну, Венжи Фулл Спирит тоже в таверну. Но что наиболее важно для команды ТНС, это то, что снесли лайн практически. В принципе, снесенный милишный барак, это уже о многом говорит. 14-11. ТНС впереди на 14 тысяч. По экспириенсу на 8. На 9 где-то. 11-14. Да, ТНС, конечно, превзбодрились после прошлой игры. У Мипо барабаны. У Мипо имеется Ultimate Orb. Я думаю, готовится у нас Мипо выйти в Хекс, как я понимаю. Справляется уже на топ. По таверам, внимание. Ни одного команда Invasion не снесла. Здесь полностью снесенная линия. Ну, единственный рейнджевой барак, но он даже не регенится и хорошенько битый. Здесь нет Т1, здесь нет Т1 и Т2. Вплоть до бараков пропушили. Эйо, отправляется в мид. Если ворваться в кого-нибудь, сразу же разваливаться. Зевса, поймали здесь. Сетка в него. Доминейтинг Агноджи. Дальше бежит Мипо под барабанами. Ловит Шейкера. Пуф, пуф, пуф. Шейкер рассыпается. Эхо слэм, конечно, и Requiem of Soul. И все. И все. Два ульта. Мипо у нас мертвы. Хотя выкупается. Выкупается, выкупается. И лететь надо ее сразу же. Да, Т2, скорее всего, развалит. Это минус 5 для команды ТНС. По чуть-чуть, понемножку. Два их своих потеряли, но бейбеки были. SF у нас выкупается. Requiem of Soul нет. И демеджа маловато. Выкупается также Зевс. У Зевса нет ульты. Пусть выкупается дальше. Баракт падает. Один Мипо отправляется вниз. Но это только, чтобы друзья пришли как можно скорее. Рейнджевой тоже падает. На топе Гноджи сносит рейнджевой. Очень быстро с одного удара. Ну и что? И отходят. 23-я минута у нас Мипо спушивает две линии. 23 минуты, еще раз говорю. Это немножечко странно. Как немножечко. Это вообще странно. 4-1-4. АЮ зато по крипам 230. На 23-й минуте 100 крипов за 10 минут. Что там с ГПМом вообще? 700 практически ГПМ. Инвейджин, что с вами? Такое простое решение. Взять Мип. Ну, сложная реализация, но само по себе решение имбовое. Безусловно. При классной реализации на данном уровне. Там Мипо контрится, но для этого должны так сойти звезды, чтобы в одно место ушел ульт из Шейкера и ССФ. Только что мы это с вами видели. Но всегда есть байбэк, есть бутсов тревел. И, кстати, 2500 на руках у АЮ. Ладно, по кор героям команды Инвейджин. Пора пробежаться. Манта Стайл для Фандом Лансера. 24 минута. ПТФ, Манта Стайл, Боттл. У Зевса. Есть Форд Став. Готовится выйти. И куда же ты готовишься выйти? Как я понимаю, вот сюда готовится выйти. Хотя, может быть... Ну да, наверное, в рефрешер сразу же. Окей. У ССФа 940 после БКБ Даггера. ССФ у нас пока только умирал. По-моему, байбэкался ССФ. Если я не ошибаюсь, давайте глянем. Да, ССФ у нас байбэкался. Ну, просел по ХП нормально. У АЮ, 3200 на руках. Уже 3200 на руках. Один из мипов внизу. Просто надо забайтить на себя. Дальше пуфами отправиться вниз, снести Тауэр. Очень классно отыгрывает у нас, кстати, ИЮ. Т3 сыпется. Всем бежать отсюда. Все малык. Черт, вообще бегут отсюда. В это время, кстати, у нас убили Шейкера на миде. Почему он здесь оказался, я не знаю. Почему здесь оказался Фантом Лансер, тоже непонятно. Мы в это время за маленькими сорванцами мипу наблюдали. Ну, они веселые. Почему бы нет? И всегда интересно посмотреть, как они бодрят всю команду. Все, Рошана забирают. Я думаю, на третий лайн пойдет. Команда ТНС. В принципе, Инвейджин уже без двух линий стоит. Здесь даже рейнджевого не осталось. Там на один удар у нас было для Гноджи. И Рошан падает. Хекс тоже прилетает для мипу. В принципе, укомплектован классно. Выбрасывай барабаны, покупай Скади и все. И мы можем, в принципе, закончить на этом игру. 22 левел на 26 минуте. ГПМ такой-то, такой-то. А вот по экспириенсу она 1000 в минуту. По левелу чуть ли не в два раза у нас опережает СФ. По количеству экспы в минуту, в секунду, в миллисекунду. Любую единицу времени можно выбрать. По нетворцу. На первом месте, тем не менее, Гноджи. На втором, EU. На третьем, Сэм Эйдж. Сразу три игрока команды ТНС. Заняли лидирующие позиции. Под самоком Инвейджин. Гноджи. Дал Сайленс. Дал Сайленс по-троим. И бежать отсюда через БКБ. Сэм Эйдж. Стоит Блейд Мэйли. Где Мипо? Здесь Мипо. Шейкера развалили. Леона развалили. И, по-моему, проблема теперь у СФ. СФ Блинкаут. Быстрее отсюда. Дабл Ю Тиф. Старается убежать. Никуда Дабл Ю Тиф отсюда не денется. Кинетик Фил под ноги. Развалили у нас Дабл Ю Тифа. Ну что? Это ГГ. Ну ничего себе. Это грозный Инвейджин. Ребята, которые в Джоан Дот Млджи Про Лиг там нормально всем рассказывали. И ребята пришли посостязаться за 3000 долларов. И так плотно огребли по щам во второй игре. Ну даже удивительно. Ну что? Это интрига. Дело не в количестве матчей. А дело в том, что теперь вопрос решит всего лишь одна игра. Это Best of One фактически. И кто выигрывает, проходит дальше в четвертьфинал. Там в четвертьфинале встретится он... Сейчас скажу с кем. Смин... Да, с Минески, конечно. Нет, с победителем пары Асос и Джигвард. Ну, ждем. Игра интересная. По-моему, не зря из двух игр мы выбрали именно эту. Это меня радует вообще. Мипо, который переворачивает катки и противостояние Best of Three. Это, по-моему, великолепно. Ладно, все. Небольшая пауза. Не забывайте нажимать follow на Twitch. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Задавайте свои вопросы в личку в ВК. Если вдруг что интересно, буду отвечать. Все, до скорой связи. Через пару-тройку минут врываемся на последний в данном противостоянии матч в серии Best of Three. Пока музыка, таблица, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok